Белый медведь Близкий родственник бурого медведя, от которого отделился около 45-150 тысяч лет назад Белого медведя еще называют полярным, северным или морским Еще одно его имя – это ашкуй Размеры белого медведя внушительны Иногда длина достигает 3 метров, а масса – 1 тонны А обычно самцы весят 400-450 килограммов При длине тела – 200-250 сантиметров И высоте в холке – до полутора метров Самки мельче Белые медведи – это самые крупные наземные хищники в данный момент, которые живут на земле У нас в данный момент в наших вольерах живет 3 медведя Значит, пара – самец Норт, самка Думка И медвежонок, который рожден в Казанском зооботсаде Пилигрим, ему 2 годика То есть это еще для медвежонка детский возраст А когда выступает взрослый возраст? Ну, медведи становятся половозрелыми где-то в возрасте 5-6 лет Вот, значит, у нас самке сейчас 7 лет Самцу Норду 6 лет То есть это, по идее говоря, молодая пара Уже мы надеемся, что в ближайшем будущем мы получим от них потомство В природе каким образом у них устроена семья? Ну, белые медведи – они одиночки То есть в природе они встречаются только на период гона Это где-то вот весна, начиная с марта и по июнь месяц Гон у них довольно длинный по сравнению с другими животными Потому что они живут на очень больших просторах севера И как бы поодиночке, поэтому им трудно друг друга найти На это тратится много времени И вот из-за этого период гона у них такой растянутый Чтобы самец успел найти самку Белый медведь обитает в морских льдах И совершает сезонные кочевки в соответствии с годовыми изменениями границы этих льдов В нашей стране они живут по всему побережью Там от земли Франца Иосифа, Чукотка Ну, то есть вот все побережье Ледовитого океана Все вот эти моря захватывают На южном полюсе их нет? Нет, на южном полюсе белых медведей нет Ну, просто для многих это как-то одинаково Северный, южный полюс, и там и там холодно Нет, только на северном полюсе живут Значит, они никогда не встречаются с пендвинами? Нет, с пендвинами не встречаются А на кого они охотятся? Медведи охотятся в основном на тюленей Любимое их блюдо это кольчатая нерпа, морской заяц Также они охотятся на белых китов, белух Могут поймать моржей Но взрослого моржа, конечно, медведь не может одолеть Потому что это тоже очень крупное животное А медведи, они очень хитрые Они пугают моржей, которые лежат на лежбище Тысячами моржи, значит, кидаются все в воду И по дороге сами кого-нибудь давят Но тут и медведь сразу же Как ему удается выживать? Это ведь северное животное в такие суровые, я думаю, что зимы Ну, у него для этого есть много приспособлений Во-первых, это длинная шерсть Длина шерсти достигает вот на животе, на лапах до 10 сантиметров Значит, также строение шерсти очень интересное То есть волос внутри полый, он наполнен воздухом И это создает как бы тоже воздушную подушку И мороз, ну, не доходит до... Ну, доходит до тела, но в меньшей степени Потом слой жира, который накапливают они вот в летний период На задней части достигает даже 10 сантиметров И также еще одна особенность медведя Что несмотря на то, что они белые, кожа у них черная Это позволяет им аккумулировать тепло То есть сквозь волос, белый волос, солнечные лучи полностью, 100% проходят Черный цвет, он нагревается быстрее Подошвы ног белого медведя подбиты шерстью Чтобы не скользить по льду и не мерзнуть А между пальцем есть перепонка, чтобы плавать Рацион белого медведя практически полностью состоит из мяса и рыбы Так как это почти абсолютный хищник Значит, белые медведи, в отличие от других хищников, очень любят жирное мясо Значит, в зоопарке мы даем медведям Оно, конечно, в основном говядину, но также свинина входит в рацион И субпродукты – это печень, сердце, желательно жирное И рыба. Рыбу тоже медведи предпочитают жирных сортов Сегодня у нас весной день В нашем зоопарке медведи питаются раздельно То есть один день мы даем мясо, один день рыбу То есть у нас есть рационы, которые помогают нам не запутаться в кормлении То есть там как раз количество прописано, сколько килограммов съедает каждый Да, каждый медведь И сколько они съедают? Ну, порядка где-то 8 килограммов в день Мясо, рыбу чуть-чуть побольше Раз в день мы кормим медведей Помимо этого, значит, в рацион у них входит хлеб Но хлеб наши медведи любят не очень Это как игрушка поиграть Значит, морковка, салат, капуста Один из медведей ест у нас свеклу вареную Естественно, мясо взвешивается сначала, чтобы не ошибиться Не дать лишнего или не докормить медведя Для этого у нас есть весы Значит, все это мы взвешиваем А если дать лишнего? Ну, если дать лишнего, то вероятнее всего, что не съедят Потому что в природе ведь медведи питаются не каждый день То есть в зависимости от того, как они добыли добычу И сколько это получается в среднем? Сколько дней они могут голодать? Очень много, месяцами Ну, вот пусть будет так Вот так они каждый день здесь съедают где-то в среднем по 8 килограммов? А в природе, когда они питаются так редко, сколько они могут за один раз съесть? За один раз больше 30 килограммов Так как они, являясь хищниками, в природе очень много времени тратят именно на добывание, на выслеживание добычи А в зоопарке, раз все дается им уже в нарезанном, в готовом виде, то медведи, просто говоря, скучают Вот, и чтобы поднять им настроение, чтобы они почувствовали себя настоящими хищниками, добытчиками Мы даем им живую рыбу Ее запускаем в бассейн, и медведи сами ловят ее А что вы еще используете для обогащения среды животных? Как-то, чтобы они не скучали? Еще, может быть, какие-нибудь есть приемы? Ну, мы стараемся давать им различные игрушки, то есть, начиная просто даже от деревянных чурбачков, с которыми они плавают в бассейне Мы даем им покрышки, вот, мячи для боулинга, кегли А самая любимая игрушка, которая очень обогащает их внутренний мир, да, это телячья шкура А сегодня мы какие-нибудь игрушки приготовили для медведей? Да, сегодня мы приготовили два сюрприза для наших медведей, для Норда и для Пилигрима Пилигриму мы еду уложим в покрышку и посмотрим, как он будет ее добывать А Норду вообще огромный сюрприз Мы упакуем ему еду в чемодан И посмотрим, как он сможет ее оттуда достать, то есть, поохотиться на еду Ну что, сейчас начнем укладывать мясо в покрышку и наши сотрудники нам помогут Вот так вот зеленый чемодан отправляется в последний путь Да, тяжелые игрушечки Белые медведи также впадают в спячку, как и остальные медведи? Нет, в спячку ложатся только самки, которые должны принести потомство И в исключительных случаях самцы, когда уже совсем нечего есть А так они всю зиму бодрствуют, ищут еду А в нашем зоопарке они впадают в спячку? Ну, мы надеемся, что наша самка нынче заляжет в берлогу Мы вот ее готовим Это как бы наша мечта, получить медвежонка Мы приготовили лапник, построили для нее родовое гнездышко А что такое лапник и для чего? Лапник – это еловые ветки Они небольшие и мягкие И когда мы их заложим в берлогу, они создадут там как бы мягкую подстилку Которая, во-первых, предохранит это само помещение от различных микробов Так как хвоя еловая содержит фитонциды И в то же время позволит создать там оптимальную температуру и удобство для рождения медвежонка А какая оптимальная температура для медведя в берлоге? Ну, она колеблется в зависимости от уличной температуры Но где-то близка к нулю То есть медвежата рождаются в холоде То есть это помещение у вас не отапливается? Нет, помещение не отапливается, там холодно А в природе каким образом устроена берлога? Там ведь нет хвои на крайнем севере В природе медведицы выкапывают в снегу берлогу себе небольшую Залазят туда, значит, их заносит снегом Остается только небольшое отверстие для дыхания Вот, и там, естественно, нет лапника Вот, медведица согревает медвежонка своим теплом То есть это очень, ну, как трогательно Она его держит на лапке Потому что новорожденный медвежонок, он весит всего 750 грамм То есть он меньше нашего друга Сальвадора То есть медвежонок гораздо меньше Сальвадора? Да Медвежата рождаются весом от 500 до 750 грамм Самка впервые приносит потомство в возрасте от 4 до 8 лет Рожает один раз в 2-3 года И имеет в помете от 1 до 3 медвежат И вот 2 месяца он живет с мамой в берлоге Она его греет на своей груди Согревает своим дыханием За это время он увеличивается в размере где-то в 4-5 раз И где-то вот в 3 месяца выводит уже его на прогулки Начинает он привыкать к холоду за это время У него отрастает густая уже белая шерстка И медвежата маленькие, конечно, очень забавные Хорошо, что в нашей стране такая белая и пушистая зима Благодаря ей радоваться снегу могут не только детишки, но и белые мишки С вами были Сальвадор и Константин Полтора Натуралиста До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok